Вы смотрите программу «Русские булки». Напоминаю, что сегодня мы разыгрываем бесплатную поездку в колыбель русской цивилизации в древний город Аркаин. Условия просты. Сегодня на протяжении всего телемарафона я буду задавать вопросы. Вам нужно правильно ответить на все вопросы и отправить ответы на наш сайт. Записывайте www.prokopenko.tv Правильных ответов наверняка будет много, но единственного победителя, который получит право поехать вместе с нашей съемочной группой в экспедицию в Аркаин, определит компьютер только ему понятным способом случайной выборки. Вопросы трудные, но абсолютно все ответы на них прозвучат сегодня в нашем эфире. Итак, слушайте вопросы, внимательно смотрите эфир. Ответы принимаем до полуночи по московскому времени, а итоги конкурса мы объявим ровно через неделю в программе «Военная тайна». Самый подкованный в русской истории, самый внимательный и удачливый зритель поедет с нами в Аркаин, а первые пять человек, приславших правильные ответы, получат в подарок наши книги с авторскими пожеланиями и автографами. Далее в нашей программе вы увидите. Фирожки с котятами. Да если бы мы знали, чем нас кормят, мы удавились бы на первом же столбе. Красители, стабилизаторы, эмульгаторы, консервантов очень много добавляется, и поэтому, естественно, это ужасный продукт, который вообще желательно никогда не покупать. Русские не сдаются. Что такое наш русский человек за границей? И почему плохо скрытым недоверием воспринимают на Западе любые успехи русских, будь то умение залпом выпить стакан водки или переплыть в Днепр под обстрелом самой культурной нации? Наш человек из любой ситуации найдет выход. Жуй, жуй, глотай. Почему сегодня все социологические опросы рвет неожиданная популярность Советского Союза? И можно ли вернуться в СССР? Золотым веком, по сути дела, истории России, когда она стала мировой державой, когда она стала космической державой, когда она стала супернаучной державой, они пришлись на советский период. Что можно сказать сегодня, когда самоходные космические аппараты вовсю бороздят просторы Марса? Астрофизики уже обнаружили жизнь на далекой планете Нибиру. Орбитальные телескопы заглядывают в самые потаенные уголки Вселенной у нас, на нашей родной Земле, где мы, кому за 40 еще помним вкус натуральной колбасы по 2,20, уже, наверное, не купить даже несчастный килограмм обычных человеческих помидор без этих генов леопарда и креветки. Невозможно выпить стакан молока, не почувствовав на зубах крупинок порошка, не бросить на сковородку кусок масла без риска увидеть растаявший краситель. Говорят, натуральные продукты безвозвратно уходят в прошлое, так же, как не выдержав конкуренции, тощая советская курица со своими натуральными прелестями навсегда проиграла историческую битву накачанным анаболиками ножкам Буша. Да что там ножки? Если разобраться, Советский Союз во многом развалился и помер только потому, что всякую гадость, привезенную за границы, принимал за чистую монету и непременно тащил в рот. Посмотрите на эти шокирующие кадры. После нескольких минут прожарки на сковороде, купленный в магазине самый обычный на вид рис, сначала внезапно чернеет, а потом вспыхивает ярким пламенем. Это означает, что он произведен на подпольной фабрике, из пластика. Думаете, нас это не касается? А вот и нет. Некоторое время назад в Петербурге был обнаружен творог, который также прекрасно горел. И тут вроде бы все просто. Человек ест арбуз. Вот только тот выглядит как-то странно. Кожура слезает с него, как с апельсина. Структура мякоти тоже напоминает что-то цитрусовое. Чем надо было накачать арбуз, чтобы он стал таким? Или с ним было сделано что-то еще? Не опасно ли его есть? И главное, зачем все это делается? Сегодня с вами пропагандируют о том, что надо правильно питаться. Здоровая пища должна быть в обиходе, но никто не говорит, что эта здоровая пища за последние только 50 лет по своему химическому составу изменилась с снижением тех необходимых нам веществ, которые мы должны потреблять ежедневно, когда она брает на 50%. То есть фактически для того, чтобы выполнять свою нормальную, как бы сказать, энергетику, свою жизнедеятельность, нам надо есть в два раза больше. Взгляните на фабрику куриных яиц. Именно так. Это снято совсем не на птицефабрике, потому что к курам эти яйца не имеют никакого отношения. Китайская и индийская часть интернета переполнены советами, как отличить их от настоящих. Потому что на самом деле это не так просто. На вид и вкус фальшивые яйца от настоящих почти не отличаются. Только пользы в них никакой. Скорлупу делают из смеси карбоната кальция, парафина и гипса. Желток и белок состоят из альгината кальция, желатина и пигментов. Химики утверждают, если постоянно употреблять их в пищу, это приведёт к возбуждению нервной системы. А у детей – к замедлению умственного развития. Впрочем, искусственные яйца продаются не только в Азии. В США тоже появилось нечто подобное. Те же яйца, только в профиль. Тут они называются яйцами растительного происхождения. Тут ведь главная грамотная реклама. Нет антибиотиков, холестерина, микроорганизмов. Людям нравится. Но также есть маленький нюанс у этих яиц. Если его разбить и оставить на полчаса, на час, то белок с желтком у них смешивается и превращается в единую массу, что никогда не произойдёт с натуральным яйцом. Людей становится больше. Все хотят всего и сразу. Еды уже давно не хватает. ООН предсказывает, что цена на продукты животного происхождения очень скоро неимоверно вырастет. Кроме того, попытки произвести её уже приводят к экологическим катастрофам планетарного масштаба. Наращивать производство того же мяса просто опасно. Производство мяса приводит к массе разных проблем. Это, в первую очередь, выбросы парниковых газов. Известно, что где-то 18% парниковых газов производит крупнорогатый скот. Это больше, чем весь транспорт, мировой объём транспорта. То есть это и машины, и автобусы, и всё-всё-всё в мире. И если человечество не остановится вот этой гонкой за мясом, то мы очень сильно рискуем. Поэтому бургеры и прочий фастфуд уже давно делают не из мяса. Японцы шокировали мир новым изобретением. Профессор Митсуюки Икеда с гордостью объявил, что он может спасти человечество от надвигающегося голода. Он синтезировал искусственное мясо. Однако сенсация не в этом. Сегодня мало кого удивишь фальшивым мясом. А в том, из чего именно учёный научился его делать. Основой прогрессивной технологии стали отходы человеческой жизнедеятельности. Да-да, те самые, которые смываются в унитаз. В результате исследования выяснилось, что из этого всего можно выделить много непереработанных протеинов и белков. Если же добавить натуральный краситель, а также соевый усилитель вкуса, то получится вполне мясообразная на вкус и похожая на гуляш масса, из которой получаются котлеты и гамбургеры. Острое на язык пресса сразу окрестило их шитбургерами. Отважные добровольцы, которые попробовали это, утверждают, что на вкус очень даже похоже на мясо. И если человеку, который это ест, не говорить, из чего всё сделано, то никаких проблем не возникает. До массового внедрения этой японской технологии пока не дошло. Но из чего всё-таки делают котлеты в фастфуде? И почему они вообще не портятся? Нетленные гамбургеры шокировали весь мир. Вот как выглядит бутерброд из популярной сети фастфуда спустя 20 лет. Как видно, он не потерял своего первоначального вида и даже не покрылся плесенью. Итоги эксперимента подвели двое жителей Австралии. Кейси Дин и Эдвард Ниц. Будучи мальчишками, они решили посмотреть, как долго не испортится бургер. И ради шутки положили его даже не в холодильник, в обычную коробку. А это Дэвид Виппл из США. Он просто забыл гамбургер в пиджаке в шкафу. Сначала на три года. Пища не пахла. Американец и не вспомнил про нее. Случайно, найдя бутерброд, он удивился. И тоже решил проверить, как долго котлета и булочка останутся в первозданном виде. С тех пор прошло 14 лет. Множество экспертов твердит о вреде фастфуда. Но мало кто знает, что это касается не только сетевых заведений быстрого питания. Эксперты выступают с шокирующими заявлениями. Мы даже не подозреваем, как много вокруг вредной еды и как она медленно нас убивает. Сегодня Мария Тарханова имеет изящную фигуру. Она носит одежду 40-го российского размера. И на ней все прекрасно сидит. Сложно представить, что всего год назад она имела 50-й размер одежды. Для невысокой хрупкой девушки ростом 1,60 метра, такой вес был большой обузой. Она стала самой настоящей жертвой сети быстрого питания. Я быстро набрала вес. Очень сильно поправилась. А все вместе, если брать, то на 32 килограмма. Ну и в какой-то период я поняла, что надо худеть и надо от этого избавляться. Но это оказалось не так просто, потому что когда ты начинаешь питаться фастфудом, это уже входит в привычку, и у тебя уже такая культура питания, действительно, неправильная, она в тебя внедряется очень круто, и избавиться от нее сложно. Даже после рождения ребенка, когда многие женщины прибавляют в весе, Мария оставалась стройной. Злополучные лишние килограммы появились, когда девушка кормила владенца. Знакомые говорили, откуда же у тебя будет молоко, ведь ты такая худенькая. Мария решила ради здоровья ребенка набрать вес и стала налегать на фастфуд. Каждый день, гуляя с коляской, она заходила в кафе быстрого питания, съедала гамбургер и запивала молочным коктейлем. И вместо двух килограммов набрала 32. Мария понимала, что пора остановиться, взять себя в руки, но вес продолжал расти. При этом девушку постоянно тянула в кафе. Картошка, фриз с соусом и чизбургеры стали ее навязчивыми идеями. Мария начала понимать, что в этих продуктах есть нечто, вызывающее зависимость. Если человек, который питается все время гамбургером, в какой-то день возьмет яблоко свежее или, там, не знаю, огурец с грядки, он не покажется ему таким вкусным, как синтетическая еда. Потому что, действительно, в натуральных продуктах содержание вот этих вот вкусов и запахов гораздо меньше, чем в гамбургере. При одной мысли о посещении кафе быстрого питания у Марии буквально слюнки текли. К другой еде просто пропал интерес. Даже когда я решила питаться правильно, я чувствовала большую тягу к гамбургерам, к бутербродам, к булкам, к таким вещам, которые можно быстро съесть на улице. И уже суп или молочные продукты, они казались мне невкусными, и я ими не наедалась. И даже если я пробовала, например, пообедать с какой-то нормальной едой, все равно через час или полтора мое терпение заканчивалось, и я съедала какой-то бутерброд или сэндвич. Самочувствие девушки резко ухудшилось. Она понимала, организм сигнализирует, «Остановись», но все равно не могла перебороть тягу к фастфуду. У меня болели ноги, болела спина, шея, и до сих пор болит, потому что это так быстро не проходит, это надо лечиться. А дышка и сердечно-сосудистые заболевания давали о себе знать. Я обращалась к врачу, у меня была аритмия, тахикардия. И в один прекрасный момент организм дал сбой. Я поехала на работу, взяла кофе, и к нему был сэндвич. Я съела этот сэндвич, и через какое-то время почувствовала себя очень плохо. У меня были боли в области желудка, пищевода, рези в животе. Я не смогла работать, остановила машину, на такси поехала к врачу. Оказалось, что к этому моменту у меня был посажен желчный пузырь, поджелудочная железа. Она не вырабатывала достаточное количество ферментов для того, чтобы просто расщеплять углеводы. На самом деле, это была серьезная болезнь. Я долгое время не могла есть вообще ничего. И лечилась медикаментозно, и переводила себя на другое питание, буквально по ложечке. Для того, чтобы выздороветь, ей понадобились почти два года. Сегодня Мария точки быстрого питания обходит стороной. Питается по системе, составленной врачом. У нее в рационе мясо, птица и овощи. Миллионы людей во всем мире едят фастфуд каждый день. И уверяют, что живы и здоровы. Но медицинские эксперименты показали, фастфуд – это бомба замедленного действия. Она сработает лет через 10 или 15, если питаться хотя бы раз в неделю. Человек не лопнет и не взорвется, в прямом смысле слова. Он просто станет больным и одиноким. Но как самый обыкновенный бутерброд может иметь столько разрушительных последствий? Оказывается, угрозу несет буквально каждый компонент. В первую очередь – булочки. Вот эта пористость, мягкость, длительное сохранение вот этой вот сдобы в этих булочках, которые всеми очень любимы, это специфический вкус, обеспечивают специальный вид дрожжей, колония дрожжей – термофильные дрожжи, искусственно выведенные с помощью генной модификации. То есть это не те дрожжи, которые у нас раньше были на Руси, это термофильные, которые не боятся никакой температуры. Они живут и составляют конкуренцию в продукте даже вот этим бактериям – кокковой флоре, стрептококковой. Термофильные дрожжевые грибы, попадая в желудок человека, устанавливают там свои правила. Они становятся конкурентами флоры желудка и сбивают процессы пищеварения. У нас многие витамины не поступают с пищей, а образуются, вот в частности, группы В, в кишечнике и с помощью сапрофильной нашей флоры. Но вот эти грибы, они вытесняют её, поэтому возникают аллергии, дисбактериозы, дерматит, дерматозы, псориазы и другие аутоиммунные заболевания, связанные с нарушением иммунитета. Литературный персонаж Астап Бендер придумал предприятие с говорящим названием «Рога и копыта». Сегодня так можно назвать фарш, из которого готовят котлеты для бургеров. Владельцы сетей быстрого питания утверждают, что их котлеты сделаны из говядины. Возможно, это и так. Только из какой части животного? Ведь рога и копыта – тоже часть коровы. Ресторатор Андрей Грязнов знает все секреты приготовления бургеров, как дорогих, так и дешёвых. Оказывается, настоящую мясную котлету можно найти в бургере. Но только стоить она будет несколько сотен рублей. В гамбургере стоимостью 70-80 рублей котлета – это, скорее всего, перемолотые рога и копыта. Рестораны-бургеры продаются по 400 и выше, по 500, по 600 рублей. Почему? Потому что они сделаны из других ингредиентов. Там покупают настоящее мясо, там его сами прокручивают, там делаются другие ингредиенты. Нет массовости. Есть рестораны, борются за качество вкуса. Технологии, позволяющие производителю сэкономить, не стоят на месте. Если раньше порошки только размягчали мясо, то теперь буквально творят с ним чудеса. Уже сейчас третьесортные обрезки можно превратить в шикарный стейк. Смотрите сами. Вот очередная новинка, которая уже активно применяется. Это мясной клей. Берёте любые куски мяса, большие или не очень, засыпаете их клеем, сжимаете и оставляете на какое-то время. В результате получается единый кусок, из которого можно нарезать более мелкие или крупные. Никто не поймёт после обжарки, что он не отрезан от одного куска цельного мяса, а сделан из третьесортных обрезков. Называется это мясной клей, как точно я вам, наверное, не скажу, как он действует, но, как я понял, он немножко размягчает волокна мяса и склеивает их между друг другом. То есть он рушит структуру мяса, склеивает их между собой, и структура мяса немножко желеобразная получается. Из-за этого получается единый стейк, и вы не можете понять, где стык, можно сказать, который он склеил. Вот. Ну, мясо, оно, конечно, мясо, и на вкус оно мясо, но так же, как, наверное, у того же глютамата натрия, у него всегда есть привкус. А теперь представьте, если такой вот, с позволения сказать, растительный материал Европа вместо мяса кушает как минимум лет 40, каких же съедобных чудовищ научились создавать ученые за последние годы невиданного технологического скачка? Ответ вряд ли порадует тех, кто, покупая куриные ножки в упаковке фермерского дворика, уверен, что эта курочка похожа на картинку с упаковки. Несколько лет назад США потряс крупный скандал. Выяснилось, что одна из самых популярных сетей ресторанов быстрого питания кормила своих посетителей вместо куриных ножек мясом искусственно созданных химик. И это никакое не преувеличение. Оказалось, что у этих несчастных птиц было по шесть бедер, полностью отсутствовали кости, не было глаз и клюва. Вот это шестилапое чудовище, безглазое и безроттое, и подавалось к столу, как нежнейший цыпленок, взращенный на чистейших маисовых зернышках солнечного Техаса. Кафе быстрого питания в стоимость гамбургера закладывает не только цену продукта, но и десятки других расходов. Зарплата работников, аренда площади, покупка одноразовой посуды, налоги. При имеющейся цене бутерброда стоимость использованных продуктов будет рублей 20, а может и меньше. За такую цену вряд ли можно купить что-то качественное. Несколько лет назад Андрей Грязнов по заказу иностранных инвесторов должен был открыть в Москве сеть кафе бургерных с хорошими бутербродами. Для этого ему требовалось провести исследование, попробовать разные бургеры, и дешевые, и дорогие, затем составить отчет. Я полгода ел бургеры, потому что заказ невозможно выполнить, не пропустив его через себя. Мне надо было найти тот сбалансированный вкус бургера и понять, что происходит на рынке Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга именно с точки зрения качественного бургера. Поэтому мне приходилось везде быть, и на фудкортах, и в ресторанах, и везде есть эти бургеры. К сожалению, это оставило определенный, конечно же, резонанс в моем организме. За шесть месяцев эксперимента Андрей набрал восемь килограммов. В неделю он съедал максимум три бутерброда. У мужчины появилась отдышка, вялость, стало тяжело подниматься по лестнице. И это при том, что он постоянно посещает спортзал. После исследования Андрею пришлось сесть на диету и начать активнее тренироваться. Сегодня, слава богу, я их убрал, эти восемь килограммов. Но мне это тяжело удалось. Мне уже не 25 лет, мне уже там 38, и метаболизм другой. И чтобы убрать, привести в форму свой организм по тому состоянию, которое было до, соответственно, потребления всей этой пищи, мне понадобилось, ну, во-первых, три месяца. Во-вторых, три месяца каждый день, кроме воскресенья, я приходил в зал в 7.30 и уходил из зала в 9.30, в 10. Жареная картошка. Фри или по-деревенски, да ещё со вкусным соусом. Это любимое лакомство для детей. Только вот пользы в нём, утверждают врачи, нет совершенно никакой. Калории, которые есть в картошке фри, врачи называют пустыми, потому что кроме насыщения, они не приносят организму ничего. Это всего лишь подпитка для жировых отложений. Почему же мы так любим это калорийное, неполезное блюдо? Почему перед ним так сложно устоять? У диетолога Мариат Мухиной этому есть очень интересное объяснение. Картофель фри с сырным соусом это как раз те пропорции жиров, белков, углеводов, которые существуют в грудном молоке. И вот эта память вкусовая, она рестимулируется, и, соответственно, ребёнок всегда получает наслаждение после кормления грудного. И здесь практически рефлекс воспроизводится. Многие говорят, что их буквально тянет на фастфуд и шутят, что они на него подсели. Оказывается, в таких шутках много правды. Еда из кафе быстрого питания, как утверждают врачи, вызывает зависимость и вовсе не психологическую. Популярность фастфуда связана с тем, что в него добавляются определённые вкусовые вещества, имитирующие вкус любого вкусного продукта. Целые индустрии разрабатывают вкусовые добавки. По сути дела, они называются фантомными. То есть можно сымитировать любой вкус. И эти имитаторы вкуса добавляются в любую еду. не всегда натуральную, иногда синтетическую. И из-за этого человек чувствует вкус, чувствует запах продукта, которого в этом веществе не содержится. Мозг воспринимает это как насыщение. Такой обман происходит. Оказывается, удовольствие от еды очень важный психологический фактор. Не случайно последователи строгих диет отмечают, что у них повышается агрессивность и раздражительность. Ведь во время диеты организм не получает того, чего он хочет. При питании фастфудом ситуация ещё хуже. От химических имитаторов вкуса мозг получает сигнал, что поступили полезные вещества. Запускается процесс пищеварения. Хотя на самом деле нужные компоненты не поступили. Химические добавки выводят из строя все функции организма. Они обманывают мозг и расстраивают метаболизм так же, как вирусы сбивают работу компьютера. Когда человек съедает большое количество жира и сахара, плюс вкусовые добавки, раздражающие эти рецепторы, дающие вот это удовольствие, у него создаётся ощущение, что он съел полезную вкусную пищу, насытился, успокоился, ему стало лучше. На самом деле это фейк, подделка. Вот. И это проблема, потому что если неосознанное поглощение этой еды на постоянной основе действительно приводит к заболеванию. Для детей питание продуктами фастфуда куда опаснее, чем для взрослых. Врачи бьют тревогу. Для неокрепшей, формирующейся психики ребёнка химические добавки, удар, потрясение. Дети становятся зависимыми от фастфуда быстрее, чем взрослые. Мамины котлеты и борщи становятся безвкусными и даже противными на фоне той гаммы вкусов, которую дают химические пищевые добавки. Центры в головном мозге, которые отвечают за развитие стратегического мышления, находятся в лобной доле. А лобная доля мозга развивается после 14-15 лет. Именно поэтому детки маленькие не знают, как их сегодняшний поступок повлияет на будущее. Поэтому они могут отказываться учиться, например, или хулиганить, не понимая, что в дальнейшем это скажется на их успеваемости или жизни. Для этого деткам даны родители, у которых стратегическое мышление должно быть развито. Но это подразумевается. Владельцы ресторанного бизнеса, построенного в системе быстрого питания, на привлечение детей делают огромную ставку. Приучая детей к особому типу питания, они готовят для себя новое поколение потребителей. Это многомиллиардный бизнес. И люди на маркетинг, на исследование тратят миллионы для того, чтобы заработать миллиарды. В частности, в США только за год Этер Остросль тратит на рекламу 33 миллиарда долларов. Представляете, какой это оборот. Врачи приходят к неутешительным выводам. За годы существования в нашей стране системы быстрого питания сильно вырос уровень серьезных детских заболеваний. Причем прямая взаимосвязь установлена. Да, были случаи детского рака, детской онкологии, заболеваний крови. Но сейчас это просто катастрофически. В катастрофических масштабах строятся огромные онкоцентры для детей. И никто не сомневается о причине. Это все-таки то, что они потребляют с пищей, наши дети. И, естественно, все это влияет на параметры крови и вызывает вот этот вот канцерматоз, озлокочистление. Сегодня Артем Мандравин молодой, симпатичный, подтянутый мужчина, который работает, занимается спортом. А вот как он выглядел пять лет назад. Сложно поверить, но это один и тот же человек. Парень сумел вырваться из двух страшных зависимостей игромании и обжорства. В подростковом периоде, лет в 16, у Артема появилась зависимость от виртуальной реальности. Пять лет я не выходил из дома. Играл в компьютерные игры сутки напролет. Были перерывы на то, чтобы сходить покушать, в туалет и иногда сходить в магазин. И то я старался вместо себя посылать кого-нибудь другого. Потому что с большим весом человек, он становится очень ленивым. Вслед за игроманией пришла зависимость от фастфуда. Днями и ночами Артем сидел за компьютером. Мать пыталась его образумить, но он ее не слышал. Еду, которая готовилась дома, игнорировал. Мое питание было похоже на автоматическое какое-то питание. Я не ощущал вкус еды в принципе. Я не видел, что я ел. Я делал это все на ходу, когда был в игре. И при этом я кушал, но я был головой в игре, но в реальности я не понимал, что я ем. И это повлияло на то количество еды, которое я принимал на тот момент. Оно постепенно увеличилось, потому что я не замечал за собой, сколько я ем, как я ем. За несколько лет такого образа жизни беспорядочного питания Артем растолстел. Его вес приблизился к отметке 220 килограммов. Чем больше становилось тело, тем больше еды оно требовало. Я ел очень много. Я мог съесть одну курицу-гриль, шурму, штук 5 гамбургеров, наверное, бы съел, пару картошек. Калорийную еду Артем Мандравин запивал исключительно сладкой газированной водой. А чая или кофе у него не было и мысли. Люди, страдающие от обжорства и ожирения, часто сами остановиться не могут. Зависимость от фастфуда подавляет силу воли. Картина происходящего в организме таких людей даже опытных врачей повергает в ужас. У меня были действительно примеры, когда я видела желудок на рентгене в малом тазу. То есть до такой степени он был растянут у пациента. То есть фактически он у нас опускается вниз и становится старым кишечником, отростком кишечника вплоть до малого таза. Наш желудок не должен быть как ведро с огромным объёмом. Не надо его рас... Желудок важно сохранять в таком маленьком состоянии, не растянутом. Мало кто знает, но одной из главных причин ожирения специалисты называют даже не столько фастфуд, сколько сладкую газировку. На первый взгляд вкусный и безобидный напиток. Но давайте разбираться, из чего состоит эта газировка. В ней нет витаминов, нет белков и жиров, зато есть много углеводов, поэтому газировка страшно калорийна. Представьте себе, в одном стакане около 150 килокалорий, то есть это 10 ложек сахара. Вы когда-нибудь ели сахар ложками? Не надо. Стакан сладкой водички из пластиковой бутылки, которую вы покупаете детям, и считаете, что пол сахарницы вы в себя уже всыпали. А если добавить жирный бутерброд из белой булки, котлеты и кетчупа, получается убойный коктейль из холестерина и сахара. Вот он, прямой и быстрый путь к ожирению. Никто из нас не думает, что желудку сложно переваривать ком еды из жирных продуктов, залитых газировкой. Для того, чтобы еда продвигалась по пищеварительной системе, организму нужна клетчатка. Все о ней знают, но значение ее недооценивают. В фастфуде клетчатки нет. Она есть в овощах и фруктах, о которых Артем Мандравин никогда и не думал так же, как и о своем здоровье. В 21 год он почувствовал себя, как бряхлый старик. Его мучила дышка, жир давил на грудную клетку, молодой человек начал задыхаться по ночам. Но страх и желание жить в итоге привели его в кабинет врача. Врачи сказали, что я нахожусь на грани жизни и смерти. И к 23 годам у меня могут треснуть коленные чашечки и к 30 у меня может остановиться сердце. Я прошел полное медицинское обследование, у меня обнаружили повышенный сахар, который был близок к диабету. У молодого человека мгновенно пропал интерес к компьютерным играм, зато проснулся интерес к собственному здоровью. Артем ограничил себя в еде, начал питаться только фруктами и овощами, потом понял, что это тоже крайность. Артем решил полностью изменить свою жизнь. Он уехал в Таиланд, начал заниматься боевыми единоборствами и строго следил за питанием. Молодой человек похудел до 90 килограммов. Его не узнавала даже родная мать. Мама меня не узнала. Я когда приехал домой, она посмотрела на меня, говорит, это кто? Я говорю, мама, меня домой впустишь? Таких примеров, когда человек берется за себя и волевым решением меняет свой образ жизни, мысли, привычки, систему питания, очень мало. Большинство же, зависимых от фастфуда, продолжают оставаться объектами заработка миллиардов для корпораций. Там, где крутятся большие деньги, ну, кто-то, соответственно, на этом наживается. Ну и потом, вас же никто не заставляет? В чем сила бизнеса масштабного? Тем, что они вас подсаживают, но они вас не заставляют. Вы сами выбираете, покупать вам сахарики или не покупать. Выбор за вами. Белоснежная голливудская улыбка, символ успеха и благополучия. Даже если ты не голливудский актер, белые зубы придают уверенность. Мало кто знает, но многие американцы заменяют свои зубы на искусственные, как только достигают совершеннолетия. Или же ставят виниры, белоснежные пластины, которые крепятся на обточенную поверхность зуба, как керамическая плитка на стену. Интересно, почему мода на белоснежную улыбку пошла оттуда же, оттуда фастфуд из Америки. Совпадение? Эксперты говорят, следствие. С ростом популярности фастфудов на Западе им пришлось принимать какие-то меры, чтобы привести улыбку в порядок, особенно, если человек это медийное лицо. И именно, наверное, западу пошла такая тантальная реконструкция улыбки. То есть там не одна-две пломбочки, а именно полностью перестроить улыбку, сделать ее красивой, белоснежной, покрыть какими-то керамическими реставрациями. Врачи говорят, если с детства питаться в кафе быстрого питания, то годам к 25 зубы начнут сыпаться. Удивительно, но мягкие гамбургеры, наггетсы и картошка фри также вредны для зубов, как камни. Если попробовать грызть камни, то зубы сломаются быстро. Если есть фастфуд, зубы испортятся тоже, только чуть позже. Когда мы едим, то слюны вырабатываются определенное количество, ее не может вырабатываться много, то есть количество зависит от количества принимаемой пищи. А если этой пищи мало, но она мягкая и клейкая, как, например, булка или чипсы, получается, слюна выделась, пищевой комок образовался, ушел в желудок, но какие-то остатки клейкой пищи остались на зубах. Слюна ее не очистила, они там так и остались. Этой едой пытаются бактерии, размножаются, это приводит к кариесу и заболеванию десен. Наша пищеварительная система устроена так, что переваривание разных элементов еды происходит в разных отделах. Так расщепление и усвоение углеводов начинается уже в ротовой полости. Избыток углеводов это крах для эмали. Пожалуй, каждому человеку в детстве говорили, не ешь много конфет, зубы разрушаются. Сегодня то же самое можно сказать и про фастфуд. Ведь почти вся еда быстрого приготовления это сплошные углеводы. Даже булки в бутербродах и панировка в наггетсах пропитаны сахаром. Стоматологи отмечают, при богатом выборе средств по уходу за полостью рта состояние зубов у любителей фастфуда катастрофическое. Даже у детей и молодежи. И дети, и молодое поколение к этому очень привыкли. То есть они действительно могут питаться в день несколько раз фастфудом. И в результате чего, что мы видим? Это множественный кариес, то есть практически все зубы поражены кариесом. Это большое количество налета на зубах. Это нездоровая десна, она воспалена именно из-за этого налета. То есть если регулярно питаться фастфудом и не принимать какие-то меры, не следить за гигиеной полости рта, то лет через 10-15 боюсь, улыбки может не быть в принципе. Но вряд ли это волнует производителей продуктов быстрого питания. Их интересует не наше здоровье, а наши деньги, которые мы потратим на их еду. Никто особо не задается до идеи, что это должно быть полезное питание. Это должно быть питание, которое быстро надо съесть, и это должно быть вкусно, чтобы в этот ресторан быстрого питания вернулись. Что для этого делает производитель? Добавляет туда различные пищевые добавки, может быть, не совсем натуральные или совершенно ненатуральные, содержащие сахар, потому что сахар это вкусно, мы любим сахар, мы вернемся и мы опять съедим тот же самый соус. И особенно в соусах обычно мало что есть натуральный, там сахар, какие-то химические там опять же составляющие с кислотами различными, поэтому соусы в принципе там для здорового питания советуют соусы в пищу не употреблять. Недавно у Аллы Ритт появилась фобия. Она боится аппаратов по продаже шоколадок, сухариков и бутербродов. Раньше Алла могла съесть любой сэндвич, запить газированной водой, иногда побаловать себя и шоколадкой, пока ей не попался сэндвич с сюрпризом. Однажды она торопилась по делам, времени на обед не было, а с раннего утра она ничего не ела. Чтобы перекусить, Алла купила бутерброд в аппарате. бутерброд бутерброд был треугольный, вот с этим странным тостовым хлебом, там была курица, были помидоры, огурцы и какой-то соус. Очень странный мне показался соус, но я очень была голодна, поэтому быстро его съела. Но потом поняла, что, видимо, отравление. Многие люди именно треугольные бутерброды считают лучшей альтернативой бургерам из фастфуда. Алла Рид после перекуса треугольным бутербродом весь день была бодра и чувствовала себя прекрасно. Но к вечеру почувствовала недомогание, в животе была резкая боль, поднялась температура. Два дня женщина занималась самолечением, но потом все-таки обратилась к врачу. Несколько дней после перекуса злополучным бутербродом она ничего не могла есть. Я сначала помучилась сама, но потом все-таки решила обратиться к врачу и врач, конечно, спросил, что я ела. Ну, стало понятно, что это травление. Я сказала, что ела бутерброд. Мы стали думать, что могло быть такое в этом бутерброде и все-таки поняли, что, наверное, это тот самый соус, который мне не очень понравился, потому что бывают такие случаи, что непонятно, что там мешают, и врач сказал, что лучше такие бутерброды больше не есть. Пакетик соленых сухариков со всевозможными вкусами еще один популярный продукт. Сухарики едят взрослые, с удовольствием дают их детям, полагая, что это всего лишь сушеный хлеб, а вот и нет. Если вы думаете, что сухарики делают из свежего хлеба, то глубоко заблуждаетесь. И черствый хлеб тоже не основа для приготовления этих сухариков. Их делают из специального теста, в котором химии больше, чем натуральных продуктов. Во-первых, эти сухарики должны долго храниться, они запечатываются, в них специально добавляют ароматизаторы, для того, чтобы получить тот или иной вкус. Ну и нельзя забывать о том, что себестоимость на широкий масс, она совсем другая. Те ароматизаторы, которые добавляют в сухарики, это делают специально для того, чтобы вы на них подсели, и вам хотелось еще. Вы открываете пачку чипсов или сухариков, непосредственно кушаете их, и в какой-то момент вам хочется их еще. Сухарики из настоящего хлеба можно попробовать дома, приготовив самостоятельно или заказать в ресторане. Там их готовят с добавлением трав, чеснока и масла. Производство сухариков дело очень прибыльное. В тех же пивных ресторанах чесночные гренки нереально популярны. Они делаются в основном из бородинского хлеба, либо из ржаного хлеба. Собестоимость такой продукции составляет порядка там где-то 45 рублей. Продается такая позиция порядка за 180 рублей в среднем. Почему не ставить дешевле? Во-первых, если ставить это блюдо дешевле, получается, что у вас максимально быстро его заказывают и на кухне в этот момент возникает так называемая запара, потому что вы работаете практически только на гренке. Если в ресторане наценка на сухарики 400%, то фабрики ее делают еще больше. А добавляемая химия стоит очень дешево. Среди всевозможных добавок есть глутамат натрия. Одни специалисты говорят, что эта добавка не вреднее, чем соль. Она открывает удивительные вкусовые нюансы. Врачи же утверждают, что добавка это опасно. На самом деле это не травы, это не полезно, это химия. Глутамат натрия вызывает множество заболеваний при постоянном употреблении. В том числе появились сейчас исследования не так давно, которые говорят о том, что он вредит будущим поколениям. То есть женщины и мужчины, которые потребляют его, это влияет на их потомство и так далее. И появились данные об отстроченном действии этого вещества. Я думаю, что это только один из тысячи как бы одно из тысячи веществ, которое вредит нашему здоровью, потому что оно синтетическое, оно не свойственно человеческой природе. Пока корпорации зарабатывают миллионы, врачи пытаются достучаться до разума людей. Фастфуд не только вреден, он опасен, это жестокий враг с добрым лицом. Он разрушает не только здоровье, но и культуру. Сам факт вот этого быстрого употребления буркера не на тарелке, без вилки, без ложки, руками, над какой-то бумагой. То есть что это вообще за стиль пищевого поведения? То есть это деградация. И вот формирование еще вот этой стилистики, вот этого животного, понимаете, рефлекса, когда вам подают блюдо, это фактически рестимуляция первичных инстинктов. Вот именно первобытного человека, когда только после обезьяны мы действительно ели пищу руками, не употребляя даже столовые приборы. Культура фастфуда убивает традиции семейного застолья. Еда в сухомятку, на бегу не предполагает общение за столом с членами семьи или с друзьями. Это путь к одиночеству. И эксперты полагают, что все это делается специально. Я считаю, что у нас идет просто диверсия на разрушение здоровья кинофонда нации. Во-первых, вот эти все вкусовые добавки, ароматизаторы, красители, ожирение растет просто с колоссальной быстротой. 50 миллионов человек имеет ожирение третьей, четвертой степени, практически терминальные фазы в Америке. То есть мы практически близимся к то же то есть вот внедрение такое культурное питание у нас в стране, оно позволяет еще дальше деградировать нации, потому что это же и трудовой, и оборонный потенциал страны. Красивые фрукты и овощи с глянцевым блеском привлекатель. Не правда ли? Но эта красота результат применения химии и элементов генной инженерии. От насекомых такие плоды защищать не приходится. Природа наделила мошек и фруктовых червячков инстинктом самосохранения. Теперь многие не знают, где найти натуральные овощи и фрукты. Ведь только они содержат не только витамины и клетчатку, но и вещества, способные предотвратить многие серьезные заболевания. Так, помидоры богаты особенным веществом ликопином. Это мощнейший антиоксидант, сильный защитник организма в борьбе со старением. Научно доказано, что ликопин стимулирует работу всех органов и самое важное защищает организм от рака. Химические добавки все это уничтожает. фенолы и бензоаты это очень такой достаточно мощный консервант, который используется во всех консервах. К сожалению, такие консерванты используются и при консервировании овощей, и при консервировании икры, рыбы. То есть действительно важно искать продукты без консервантов. Иначе вы вместо положительного томата, то есть богатого ликопеном, то есть это антираковое вещество, антиоксидант, вы получите действительно огромную дозу канцерогенов. И эффект вот здесь будет от приема данного помидора отрицательный. Пищевые и химические добавки бесспорно мощное орудие, которым пользуется современная пищевая промышленность. Вопрос в том, кому на благо оно служит и в каких интересах его используют. Вряд ли искусственные добавки вреднее протухших натуральных продуктов, но и польза от их применения в том виде, в тех масштабах и в тех целях, в которых их используют сегодня, сомнительно. И это действительно дает нам мысль, дает нам повод задуматься о том, что такие люди более управляемые, они меньше думают о том, где они, чем они занимаются, им легче управлять, просто выдавая им еду. Врачи призывают покупать еду отечественного производства, причем лучше не промышленного, а участников в небольших фермерских хозяйствах. хорошую еду мы можем еще купить в нашей стране, потому что весь семенной фонд Европы фактически уже заполонили генномодифицированные продукты, и кукуруза, и картофель, то есть и даже помидор, в который введен ген североатлантической семги, чтобы сделать его морозоустойчивым, потому что в Европе сейчас наблюдается ухудшение климата. Российский рынок очень привлекателен для иностранных поставщиков. Несколько лет назад нам навязали культуру фастфуда. Иностранные фермеры с удовольствием нам привезут свою искусственную еду. Так недавно китайцы изобрели искусственные яйца. Их не снесла курица. Все сделано из химии. У них тонкая скорлупа, и как утверждают производители отменный вкус. Возможно для того, чтобы прокормить миллионы китайцев и нужны синтетические яйца. Но с искусственными продуктами все-таки стоит быть настороже. Одного иностранного шпиона под названием фастфуд мы уже пустили. И он себя прекрасно у нас чувствует. Если вы любите правильно и вкусно покушать, если вы хотите знать, что ели наши далекие предки, если вам не дает покоя желание приносить своему организму пользу, эта книга для вас. Самые шокирующие гипотезы тайны еды. В ней мы собрали рецепты самых редких и полезных блюд, воспоминания участников и очевидцев великих перов прошлого, свидетельства ученых и исследователей, которые точно знают, что нужно кушать, когда и как это отразится на вашем организме.